Киевсовет сегодня принимал решение в условиях повышенной турбулентности, вкратце, о том, что было сегодня принято столичными депутатами. Они присвоили добровольцам статус участников боевых действий и переименовали столичный проспект Ватутина в проспект Шухевича. Переименование этой улицы, к слову, уже раскритиковали оппозиционеры. Они заявили, что оно должно быть отменено, поскольку, по их мнению, противоречит закону и здравому смыслу. И было принято под давлением ультраправых радикалов. Дело в том, что депутатов сегодня буквально брали штурмом. Незваные гости выбили двери, устроили едва ли не побоище. Все подробности этого в нашем материале. Заседание Киевсовета сегодня началось с митинга под стенами мэрии. Здесь собрались несколько десятков представителей якобы добровольческих батальонов и правых сил. Присутствующие требовали от депутатов принять во втором чтении решение о признании добровольцев участниками боевых действий на востоке Украины. Мы сегодня собрались с приводу того, что в Киевской городе будет голосование за постанову по добровольцам, которые неоформленными воювали, защищали нашу батьковщину в зоне проведения АТО, чтобы им надали такие же пильги на уровне города Киева, как и дают властникам посвящения участникам боевых действий. Проголосовать за такое постановление просил депутатов и мэр Киева Виталий Кличко. Однако инициатива не набрала большинства голосов. Решили внести правки и назначить голосование на следующую сессию. Это вызвало возмущение у митингующих. Они ворвались в здание Киевсовета и начали потасовку с охранниками, которые стояли у входа в зал заседаний. Во время драки выломали одну из дверей. Страсти подогревали и некоторые депутаты Киевсовета от партии «Свобода». При этом они обвинили руководство полиции в экскалации конфликта. Работа Киевсовета была прервана. Позже депутаты вернулись на рабочие места. На голосовании Киевсовета снова поставили решение о признании официального статуса бойцов-добровольцев. И его поддержали большинство депутатов. Елена Митясова, Александр Васильченко, Василий Миновщенко. Подробности телеканал Интер.